Потому что этим потомкам выгодно так, чтобы наш народ был унижен и так далее. Вот, чтобы немножко перед укрась... Вот, мне Михаил вчера прислал, Михаил Александрович, опытный процесс, когда, так сказать, есть по поводу, вызвано по поводу книги, так сказать... Эксклопедия русской души. Хорошее название, да? Написал ее... Кто здесь получается? Виктор Ефремов. Так вот, целый ряд преподавателей МГУ и студентов вы зарплатили. Ерофеев, не Ерофеев. Поддержку Виктора Ерофеева. Так вот, которые написали протест против изложивания в этой книге русофобии, нарушения русского языка и экстремизм. Так тут же писатель Александр Хангельский, журналист Евгений Сванидзе, Николай Сванидзе и Клининсер Павел Лугин кинулись его защищать. И что там он выписывает, что он говорит, что русских нужно бить, надо бить палками, русских нужно расстреливать, русских нужно размазывать постели, иначе они перестанут быть русскими. Как говорится, Крововое воскресенье это национальный праздник. Это в этой книге. А вы знаете, первый комментарий на блоке Соловьева, который Сергей написал, дает слово... А я вижу здесь. Да-да, вот вот здесь служить. Да, вот я хочу... Понимаете, и смотрите, конечно. Так вот, что интересно? Что интересно? В 99-м году была написана книжка. Слава Богу, только 7 тысяч. Но только в 99-м, через 10 лет, кто-то набрался смелости заметить, обидеть протест. Получается, мы русские любим, что нас били палками, размазывали по стенам, расстреливали и так далее. Ну, кто здесь, считающий русский себя, считает, что это так? Кто, поднимите, хоть один человек в руке. Здесь нет. Я думаю, ни одного человека нет. Так как же вот такую мерзость можно допустить, чтобы было в стране... Вот действительно, как правильно сказать, если бы в Израиле кто-то написал книжку, что евреев нужно бить палками, и евреев нужно расстреливать, разваливать по стенам, иначе они не будут перестанут себя чувствовать явлением. Что было бы в Израиле? Плачешь, не плачешь, плакаешь. Заберем камня по Торе, правильно? Это новейшая русская история, это Ерофей Феопис.